Кушай, мой хороший, кушай! Заврак такое совершенно особенное место, попадая в которое автоматически становишься ребенком. И каким бы ты ни был, здесь самым неожиданным образом пропадает все ненастоящее и наносное. И возвращается способность и удивляться, и умиляться. Держи. Красавчик. Ну и, конечно, какое же детство без зоопарка. Удивительной, экзотической страны посреди обычного города. Здесь немножечко и страшно, потому что хищников много. Ну и, конечно же, радостно увидеть такое чудо. Это же настоящее удовольствие. Ну, кушай, кушай. Здесь не нужно быть специалистом, чтобы не заметить. Наш зоосад давно перерос сам себя. А многие звери буквально теснятся, как в перенаселенной коммуналке. Это и понятно, учитывая, что зоосад появился на бывшем архиерейском кладбище в 30-м году прошлого века. Изначально он не был рассчитан на большое количество животных. Время идет, и число квартирантов растет. Процесс естественный. Хотя сам факт нахождения зоопарка на месте кладбища, как ни крути, вызывает отробь. Первые захоронения на Пермском некрополе датируются 18-м веком. Здесь находили покой священнослужители и самые выдающиеся люди города. Губернатор Енакиев, мать пароходщика Мешкова, одного из основателей университета Елены Мешкова, Павел Дягилев, пароходщик Любимов, оставивший много замечательных дел здесь, на Пермской земле, известный меценат и благотворитель. Одно из последних захоронений, датируется 1927 годом, на архиерейском кладбище был похоронен основатель ботанического сада университета Генкель. Вот на этой самой земле похоронен знаменитый доктор, про которого в народе говорили святой врач Федор Граль. Популярность его была так высока, что на похороны к нему явились крестьяне из всех окрестных деревень. А все потому, что Граль, между прочим, бесплатно работала в городской больнице, а еще неимущих больных содержал за свой счет. И вот в конце 20-х годов в Перми встает вопрос о создании зоопарка. Большевикам место позади кафедрального собора показалось наиболее подходящим. Сначала они предложили родственникам усопших ежегодно платить за могилы, как в некоторых западных странах. Но идея из-за своей дороговизны провалилась. Времена стояли тяжелые, и каждая копейка была на счету. Родственники просто не потянули. И вот в 30-м году прошлого века территорию кладбища отдают Пермскому краеведческому музею для создания зоологического сада. Вообще-то первых посетителей зоопарка можно только пожалеть. Ведь гулять им приходилось среди клеток, которые были аккуратно втиснуты между могильными плитами. Надо полагать, жутковатое было зрелище. Но уже через год здесь проводят страшные уборочные работы. Выкорчевывать из земли надгробия присылают совсем юных курсантов Пермской авиационной школы. Они и очистили бывший некрополь от его атрибутов. Некоторые плиты просто разбили, другие закопали, третьи пошли на строительство других объектов. Так, кладбище было окончательно стерто с лица земли. Как мы можем это оценить с религиозно-нравственной точки зрения? Я думаю, что здесь ответ может быть только однозначный. По-другому, как кощунственным, назвать невозможно. Если мы не чтим память своих предков, то у нас нет будущего. Так что среда получается, как ни крути, антикультурной. Зоопарк и рад бы переехать в другое место. Да некуда. Уже не один год решается вопрос о переносе зоологического сада в другое место. Но пока все тщетно. Почти все предложенные варианты оказались неподходящими. И звери, и руководство зоопарка буквально изнемогают в ожидании решения. А ведь за годы существования сада создана действительно прекрасная коллекция животных. 425 видов. Из которых почти половина занесена в красную книгу. Вот, например, хоть красные волки, тигры, ну, вроде, вот, ну, чуть не в каждом зоопарке есть. Но качество генетического материала не очень. Вот как раз у нас, так вот, на этой неделе получили письмо от куратора красных волков мирового, что очень жаль, что в этом году вы остались без потомства. Европа очень хочет, ну, хотя бы один помет, пожалуйста, выдать и в Европу, потому что у вас редкая генетическая линия у красных волков. Красные волки отказались давать потомство как раз из-за стесненных бытовых условий. Так что Европе придется подождать. А редкие генетические линии – это результат научной кропотливой работы. Дело в том, что здесь не идут по кратчайшему пути для получения приплода. Питомцев не скрещивают с ближайшими родственниками, а тщательно подбирают им пары в других зоосадах. Всего же размножается больше двухсот видов – тех, у кого сформированы пары. Пермский зоопарк достиг больших результатов по разведению редких и исчезающих видов животных, таких как белый медведь, снежный барс, амурский тигр и винторогий козел. Специалисты зоосады принимают активное участие в международных программах по сохранению редких видов животных. День за днем в зоопарке идет кропотливая исследовательская работа по наблюдению за жизнью животных. Исследовательская работа в зоопарках имеет чисто прикладной характер. Она нужна для того, чтобы создать лучшие условия жизни для содержащихся животных, добиться разведения, научиться лечить какие-то совершенно особые у них болезни, даже не кошки с собаками, у них свои экзотические могут быть вещи, продлить жизнь. Совершенно прикладной характер, который играет свою положительную роль и в сохранении животных в природе. Каждый год зоопарк проводит для посетителей множество различных праздников, фестивалей и конкурсов. У всех мероприятий не просто развлекательный, но прежде всего познавательный характер. Так, летом здесь открывают тактильный зоопарк, и дети могут потрогать, покормить и взять на руки неопасных животных. В течение года проводится несколько десятков праздников. Многие из них стали традиционными и любимыми пермиками. Пермский зоопарк активно приобщает жителей Перми и Пермского края к природно-охранной деятельности и является инициатором краевых экологических акций. Птица года, покорни птиц, день журавля, а также ежегодно проводит благотворительные акции. Вопрос престижа не только Пермского зоопарка перед другими зоопарками российскими или зарубежными, но престиж самого города и престиж самого края перед другими городами. Чем, собственно говоря, хуже? Почему наши соседи могут, а мы не можем? И моральные, и педагогические, и экологические аспектов много, но, в общем, перенос со всех сторон зрения совершенно необходим. Но свет в конце тоннеля все-таки обозначился, и довольно явственно. На сегодняшний день решается вопрос о переносе зоосада в индустриальный район. Администрация города предложила построить новый зоопарк на Нагорном. На сегодняшний день разрабатывается проект комплексного освоения территории, ограниченный улицами архитектора Свиязева, Карпинского, Космонавта Леонова. Здесь планируется разместить биопарк и создать Парк Победы. Письмо уже направлено в адрес краевых властей. Участок представляет собой естественный лесной массив площадью порядка 42 гектаров. Сейчас участок находится в парковой зоне, которая уже сегодня предполагает развитие на этой территории инфраструктуры для цивилизованного времяпрепровождения. Участок обеспечен хорошей транспортной доступностью. В территории парка возможна организация подъездов со стороны улиц архитектора Свиязева и космонавта Леонова, резервного подъезда со стороны Карпинского. Также улицы Леонова обеспечивают прямое сообщение с западным обходом города, что повышает удобство подъезда к зоопарку жителей других населенных пунктов Пермского края. Наличие инженерной инфраструктуры и транспортная доступность позволяют гармонично расположить здесь и такой актуальный объект, как Парк Победы. Предполагается, что на территории парка наряду с элементами военно-патриотического воспитания молодежи, аллея доблести и славы, открытая выставка военной техники, информационные стенды, посвященные участию пермяков в Великой Отечественной войне, могут разместиться досуговые и физкультурно-оздоровительные сооружения. В адрес администрации Перми неоднократно поступали обращения жителей с просьбами благоустроить территорию парка, которая пока что представляет собой малоухоженный лесной массив. Многие работы на территории парка осуществляются силами администрации индустриального района города, сотрудников предприятий и волонтеров общественных организаций Перми, рассказывают жители индустриального района. Как такового Парка Победы нет. Есть просто лесной квартал, лесной массив, который находится на границе района. В свое время мы с трудовыми отрядами ребят каждое лето работали здесь в парке. То есть мы его убирали, чистили, выкашивали поросли, чтобы он проветривался. Но в последнее время стало сюда ходить небезопасно. Без должного ухода парк погибнет сам собой, потому что постоянно высыхают деревья. Посмотрите, что делается со стороны улицы Леонова, где находятся эти автостоянки, автозаправки, автосалоны. То есть они все дальше и дальше уходят в лес. Поэтому перспективы как-то выжить у парка, наверное, и нет без зоопарка. Я разговаривал со многими жителями района, и многие эту идею поддерживают. Здесь транспортная развязка достаточно удобная, лесной массив, который нужно облагораживать. Думаю, что зоопарк даст дополнительное развитие микрориона и его инфраструктуры в том числе. Зоопарк – это, в общем-то, экономически выгодный проект. И как отец трех детей я просто очень буду рад, что зоопарк будет в таком красивом месте. Если это будет все облагорожено, и здесь останется место для культурного проведения, времени, отдыха, если все будет красиво, мы только за. То есть, да, и пусть и животным будет хорошо, и людям хорошо, и детям хорошо. То есть, если это все будет цивилизовано, сделано, приближено к европейским каким-то стандартам, качеству, почему нет? Будем надеяться на этот раз. Проект по переносу зоопарков в индустриальный район обретет плоть и кровь. Ведь среда, как известно, формирует сознание. А если среда культурная, то и сознание будет ему соответствовать. Всем нам культурной среды!